Как условно ничтожные определили мы отдельный вид недействительных сделок, который не поименован в Гражданском кодексе Казахстана. Эти сделки сразу после заключения являются ничтожными, однако определенным лицам предоставлена возможность восстановить их действительность путем обращения в суд. Давайте рассмотрим два примера. Итак, пункт 12 ст. 159 предусматривает, что ничтожные сделки, заключенные несовершеннолетними либо недееспособными лицами, могут быть признаны решениями суда действительными по обращению их представителей, в том случае, если они являются выгодными для этих несовершеннолетних либо недееспособных лиц. Еще одним примером условно ничтожной сделки является сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы. На основании обращения заинтересованной стороны, если фактически исполнена сторонами или одной из сторон сделки, и по своему содержанию эта сделка не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц. Таким образом, можно заключить, что возможность восстановления условно ничтожной сделки зависит от четырех условий. Итак, сделка, конечно, должна быть в первую очередь ничтожной, во-вторых, должно быть законодательно предусмотренное основание для восстановления сделки, в-третьих, должен быть судебный порядок, и в-четвертых, должен быть иск от лица, которому предоставлено право восстановить эту сделку. Например, законный представитель в случае несовершеннолетних. Мы еще вернемся к отдельным основаниям восстановления сделок, когда будем рассматривать соответствующие случаи ничтожности сделок. В этом контексте хочу обратить ваше внимание на то, что судебный порядок восстановления сделки, точно так же, как и существенный порядок оспаривания сделок, является существенным обременением для той стороны, которая имеет право восстановить сделку. Можно предположить, что в большинстве случаев небольших сделок стороны не будут обращаться в суд для того, чтобы восстановить сделку, которая, однако, является выгодной, например, для несовершеннолетних лиц, либо недееспособных лиц. Еще одним существенным фактором является отсутствие специальных сроков исковой давности для таких условно ничтожных сделок. То есть контрагент по сделке на три года, минимум три года, остается в подвешенном состоянии в ожидании того, что подобная сделка может быть восстановлена решением суда. Итак, концептуально можно представить, что условно ничтожные сделки являются противоположностью оспаримых сделок. Оспаримая сделка предполагает, что лицо может сделать действительную сделку недействительной, обратившись в суд. В случае же с условно ничтожной сделкой ситуация меняется с точностью наоборот. Ничтожная сделка может быть восстановлена в случае, если соответствующее лицо обратится с иском в суд. Продолжение следует...